Всем привет! Вы на канале Xiaomi XTay. В сегодняшнем видео уроке мы с вами рассмотрим три способа получить уникальные записи самой ранней или поздней датой. Первый способ будет основан на самом простом обычном инструменте Microsoft Excel – это инструмент удаления дубликатов. При таком подходе вам необходимо изначально подготовить свои исходные данные, а именно правильно их отфильтровать. Давайте посмотрим наши с вами исходные данные. У себя на экранах вы можете наблюдать небольшую табличку с исходными датами. Это дата, номер счета, сумма оплаты и вид оплаты. Если вы внимательно присмотритесь к нашим исходным данным, то вы сможете заметить, что у меня в моих исходных данных есть дубликаты по номеру счета. Чтобы в этом убедиться, давайте перейдем на вкладку «Данные», включим самый обычный фильтр и скажем, я отфильтрую номер счета по какому-либо из своих счетов. Нажимаю «Ок» и вы видите, что у меня по данному номеру счета, моих исходных данных, целых три записи. Первая запись 4 декабря, вторая 20 октября и третья запись 11 сентября. И нам с вами нужно будет получить сначала уникальные записи с самой ранней датой, то есть в нашем случае 11 сентября. А следом мы с вами получим уникальные записи с самой поздней датой, то есть 4 декабря 2021 года. Давайте отключим наш с вами фильтр, очистим его. И для начала давайте я покажу, какую сортировку необходимо использовать для получения уникальных записей с самой ранней датой. И в этом мне поможет так называемая многоуровневая сортировка. Для начала мне необходимо будет отсортировать свои данные по столбцу «Дата», а затем по столбцу «Номер счета». Мы с вами решили, что будем изначально получать уникальные записи с самой ранней датой. Поэтому мне необходимо отсортировать свой столбец от наиболее старых дат к наиболее новым. Для этого я использую сортировку от «А» до «Я». Второй уровень сортировки я хочу применить к своему столбцу «Номер счета». Точно так же я использую сортировку от «А» до «Я». И смотрите, мои уже исходные данные были отсортированы таким образом, что у меня первым стала та запись, которая была совершена раньше остальных. И последующая запись является повтором предыдущей записи. Так, номер счета, который заканчивается на 463, в моих исходных данных повторяется целых три раза. Аналогичный происходит и с номером счета, который оканчивается на 708. В моих исходных данных он встречается четыре раза. И все, что мне останется сделать, это лишь использовать инструмент удаления дубликата, который находится на вкладке «Данное» в группе «Работа с данными». И мы выбираем инструмент «Удалить дубликаты». При этом у меня открывается окно с настройками данного инструмента. Кстати, совсем забыл, если вы еще не знакомы с таким инструментом, как удалить дубликаты, то у меня на канале вы сможете найти довольно обширный видео урок про то, какие бывают способы удаления дубликатов. Ну и возвращаемся к нашей текущей теме. Для того, чтобы мне получить уникальные записи по номеру счета, мне, разумеется, необходимо удалять дубликаты именно по столбцу номер счета. Поэтому я снимаю выделение, проставляю галочку напротив номера счета, нажимаю «Ок» и получаю свои 24 уникальные записи, при этом заметьте, с самой ранней датой. Вот так просто, используя многоуровневую сортировку и инструмент «Удалить дубликаты», вы можете получить уникальные записи с самой ранней датой. Давайте я вернусь на два шага назад. Для этого использую «Ctrl Z» и по такому же принципу получим уникальные записи с самой поздней датой. Для этого я также очищаю предыдущую фильтрацию. И все по аналогии. Сначала мы с вами фильтруем столбец «Дата», но на этот раз мы должны его уже фильтровать от более новых к более старым датам. Поэтому я использую сортировку от «Я» до «А». И аналогично я сортирую второй столбец номер счета. Причем здесь неважно, как вы будете сортировать. Давайте сортируем также от «А» до «Я». Мои данные отсортированы. И все, что мне осталось делать, это лишь использовать инструмент «Удалить дубликаты». Причем также снимаю все выделение и оставляю галочку напротив номер счета. Нажимаю «Ок» и получаю уже свои уникальные записи, но с самой поздней датой. Вот так вот просто можно использовать сочетание инструмента «Фильтр» и удалить дубликаты. Ну а мы с вами двигаемся дальше. Второй способ получить уникальные записи с самой ранней или поздней датой – это использование надстройки Power Query. Если вы еще не знакомы с таким инструментом, как Power Query, то у меня на канале вы сможете найти небольшой плейлист по работе с данным инструментом. Давайте загрузим наши с вами исходные данные в редактор запросов Power Query. Для этого мне необходимо преобразовать свои исходные данные в так называемую «умную таблицу». Подсказка по инструменту «умная таблица» будет также подсказка к данному видео. Для того, чтобы мне преобразовать свои исходные данные в «умную таблицу», мне необходимо выделить любую ячейку, которая содержит данные в моих исходных данных или моем исходном диапазоне. Дальше я могу использовать сочетание горячих клавиш Ctrl-T. При этом Microsoft Excel автоматически определит границы моего диапазона и также проставит галочку «Если мои исходные данные» себе содержат в заголовке. Нажимаем с вами «Ок» и получаем не что иное, как «умную таблицу». Давайте дадим имя «умной таблицы» на вкладке «Конструктор таблиц» в группе «Свойства». Я хочу задать имя своей таблицы как «Данные». И для того, чтобы мне загрузить свою таблицу в редактор запросов Power Query, я перехожу на вкладку «Данные» и выбираю команду с листа. У кого-то это может быть команда из таблицы или диапазона. Нажимаем ее. И у нас с вами поверх окна Microsoft Excel открывается окно редактора запросов Power Query. Давайте, как обычно, удалим автоматически созданный шаг «Измененный тип» и зададим типы для каждого столбца вручную. Первый столбец у меня содержит дату, поэтому я выберу тип данных для данного столбца, разумеется, дата. Второй столбец – номер счета. У меня содержат цифры, то есть числа. Но если я сейчас поставлю тип данных числовой, то мои числа будут преобразованы в так называемые экспотенциальные числа, что является категорически неправильным для наших с вами исходных данных. Поэтому давайте для данного столбца оставим тип данных как текстовый, то есть текст. Третий столбец – у меня сумма оплаты, разумеется, у меня будет числовой тип данных, убираю десятичное число. И вид оплаты – это у меня, разумеется, текст. И для получения уникальных записей с самой максимальной или минимальной датой, я буду использовать инструмент «Группировать по». Но здесь есть один небольшой нюанс, что мы с вами не можем группировать наши исходные данные сразу по трем столбцам. Поэтому давайте используем небольшую хитрость. Сначала я получу своих исходных данных. Группировку по номеру счета. Для этого я выделяю столбец «Номер счета». Дальше на вкладке «Главное» в группе преобразований выбираю команду «Группировать по». У меня открывается окно настройок инструмента «Группировать по». В верхней его части я наблюдаю название столбца, по которому я буду группировать, то есть который у меня содержит именно те самые уникальные значения. У меня это номер счета. А ниже – это настройки нового столбца. Давайте дадим имя новому столбцу как минимальная дата. Второй мой шаг – я должен выбрать операцию, по которой я буду группировать. И так как я назвал свой столбец «Минимальная дата», то, соответственно, я буду в качестве операции группировки выбирать значение по минимуму и, разумеется, столбец «Дата». Нажимаем с вами «Ок» и мы с вами уже получили номер счета с самой минимальной его датой. Ну а так как мне хочется в своем готовом результате видеть все свои столбцы, столбец «Сумма оплаты» и, разумеется, «Вид оплаты», то для этого давайте с вами произведем объединение наших с вами запросов. Для этого давайте мы с вами сначала переименуем наш запрос «Данные» в запрос «Минимальная дата». После этого я нажму правой клавишей мыши на запросе «Минимальная дата», выберу команду «Дублировать», задам имя этому запросу как «Данные» и удалю последний шаг «Группированные строки», то есть верну все наши с вами исходные данные. Вернусь в запрос «Минимальная дата» и уже использую команду «Объединить запросы», «Объединить запросы». При этом я буду объединять запрос «Минимальная дата», разумеется, с запросом «Данные», и я буду их объединять по двум критериям, по номеру счета и, разумеется, по дате. При этом в качестве типа соединения я выберу «Внешнее соединение» слева, то есть получу все строки из первой таблицы и совпадающей из второй. Нажму «Ок», получу новый добавленный столбец «Данные» и давайте я его раскрою. При этом я сниму галочку «Использовать исходное имя столбца как префикс» и в качестве столбца разверну свои недостающие столбцы, это сумма оплаты и вид оплаты. Нажимаю «Ок» и получаю все свои исходные столбцы. Ну и давайте поменяем местами столбец «Минимальная дата», поставим его в начало. И готово мы с вами готовы загрузить наш с вами запрос на лист Microsoft Excel. Для этого я выбираю команду «Закрыть и загрузить в». И давайте для начала импортируем наши данные не в виде таблицы, а в виде подключения. Выбираю команду «Только создать подключение». Почему? Потому что в моем запросе содержится целых два запроса, а я хочу выгрузить только один запрос «Минимальная дата». Выгружаем наши запросы как «Подключение». У нас с вами открывается окно «Запросы и подключения». Я выделяю запрос «Минимальная дата», нажимаю правую клавишу мыши и выбираю команду «Загрузить в качестве таблицы». И хочу использовать имеющийся лист, скажем, ячейку H. Давайте вот до H7. Нажимаю «Ок» и получаю свой запрос с самой минимальной датой. Ну и давайте с помощью запроса Power Query получим уникальные записи с самой поздней датой. Это будет сделать еще проще, потому что все запросы у нас с вами уже готовы. Давайте я вернусь в редактор запросов Power Query. Для этого я могу выбрать любой свой запрос. Выбираю его. Попадаю в редактор запросов. Дальше у меня уже есть запрос «Минимальная дата». Давайте я его снова дублирую, дам ему уже имя как «Максимальная дата». И все, что мне нужно будет сделать, это вернуться на шаг в группированные строки, открыть настройки данного шага и в качестве операции выбрать вместо «Мин», разумеется, «Макс» и нажать «Ок». И вот так вот просто мы с вами уже получили наши исходные данные с самой максимальной датой. Давайте точно так же выгрузим наши исходные данные на лист Microsoft Excel. Причем давайте я снова создам подключение, а дальше выгружу данный запрос по соседству, скажем, в ячейку M7. Выбираю запрос «Максимальная дата», правой клавишей мыши выбираю команду «Загрузить в». Выбираю способ «Таблица» и «Ячейка M7». Вот так вот просто при помощи запросов по Амквере мы с вами получили две таблицы с минимальной датой и с максимальной датой. Да, мы с вами здесь забыли переименовать столбец. Давайте это и сделаем. Перейдем на вкладку «Данные», выберем «Запросы подключения», вернемся в наш запрос «Максимальная дата» и поправим имя нашего столбца не минимальной даты, сделаем уже, а максимальная дата. После снова закроем и загрузим. Давайте обновим наш запрос и получим уже столбец «Максимальная дата». И, разумеется, главное преимущество данного способа по сравнению с нашим первым способом с помощью инструмента «Удалить дубликаты» это его обновляемость. Если вам часто необходимо получать уникальные записи с самой ранней или будь то поздней датой, то я вам буду рекомендовать использовать именно данный способ с помощью редактора запросов Power Query. Давайте пока я отсортирую для примера данные в запросе «Минимальная дата», разумеется, от «Минимальной даты», а в запросе с «Максимальной датой» отсортирую данные от «Самой новой даты». И давайте я возьму, скопирую номер счета, с самой минимальной датой 11 сентября у меня с вами было, добавлю его в свои исходные данные в самый низ, и скажем, давайте я сделаю число не 11 сентября, а давайте сделаю 10 сентября 2021 года. Ну и также добавлю какую-то сумму и какой-то вид оплаты. И аналогичную процедуру давайте я проделываю с максимальной датой, возьму, скопирую номер счета и поменяю число 24 апреля, скажем, на 25 апреля 2021 года. Вставляю номер счета, добавляю дату 25.04.2021 года и также какие-то значения по сумме и виду оплаты. И давайте представим, что ваши исходные данные будут обновляться, скажем, на ежедневной основе. И для получения уникальных записей самой ранней или самой максимальной даты, все, что вам останется сделать, это лишь обновить два ваших запроса. Для этого я перехожу на вкладку данные и выбираю команду обновить все. И смотрите, в одно мгновение у меня обновились данные. Уже номер счета стал себе содержать не 11 сентября, а 10 сентября, правда? А с самой максимальной даты мой номер счета уже стал содержать не 24 апреля, а 25 апреля. Поэтому я вам буду рекомендовать использовать в своей работе именно данный способ. Ну и давайте в конце данного видео урока я вам покажу еще один третий способ. Если вам нет необходимости получать отдельные таблицы, а вам надо лишь каким-либо образом себе подсветить уникальную запись, скажем, самой, давайте, поздней датой, при этом не меняя ваши исходные данные. И в этом нам поможет, разумеется, правило условного форматирования. Давайте создадим небольшую формулу, при помощи которой мы и будем использовать правило условного форматирования. Формулу, как обычно, для лучшего понимания я буду вводить в два этапа. Для начала давайте разберемся, что же такое максимальная дата и минимальная. Ну здесь все понятно. У нас с вами есть номер счета, данный столбец является повторяющимися значениями, и поэтому нам необходимо из данного столбца получать уникальные записи, но с условием либо максимальной, либо минимальной даты. Давайте в качестве примера я покажу на примере поздней даты. И для того, чтобы мне найти позднюю дату, мне поможет одна из функций Microsoft Excel, это функция Max Если. Давайте я ее и введу. Начинаю вводить функцию Max Если. Первый аргумент функции это максимальный диапазон. И в данном случае в качестве максимального диапазона я буду ссылаться на столбец дата. При этом, так как моя формула будет растягиваться вниз до конца исходных данных, мне необходимо сделать данный диапазон полностью абсолютным, поэтому использую горячую клавишу F4. Перехожу ко второму аргументу функции, это диапазон условий. И в качестве диапазона условий я, разумеется, буду использовать диапазон, который в себе содержит номер счета. И аналогично делаю его полностью абсолютным. И третий аргумент это условие. И в данном случае мое условие это будет ни что иное, как номер счета. Ссылаюсь на ячейку C8. Закрываю данную функцию, ввожу ее в ячейку и получаю 17 ноября. Давайте проверим. У данного номера счета действительно самая поздняя дата это 17 ноября. Давайте продлим нашу формулу до конца наших с вами исходных данных. И посмотрим, что наша с вами формула выдает на каждом повторяющемся значении нашего счета, и что иное, как самую максимальную дату, то есть 17 ноября. Ну а как вы знаете уже из моих видео уроков, то правила условного форматирования работают с так называемыми логическими значениями ложь либо истина. Если истина, правило повторяется. Если ложь, правило не повторяется. Поэтому давайте вложим нашу функцию max.если еще в одну из логических функций это функция если. Я перехожу в строку формул и начинаю вводить функцию если. Первый аргумент данной функции это логическое выражение. И давайте свою написанную функцию max.если Я приравняю значение данной функции, разумеется, к значению даты в этой строке. Поэтому я ссылаюсь на ячейку b8. И если мое логическое выражение будет равно, то я хочу получить не что иное, как значение истина. Если же ложь, то я хочу получить логическое значение ложь. Закрываю круглую скобку от функции если. Ввожу ее в ячейку. Здесь я могу уже использовать маркер автозаполнения. И смотрите, я получаю истина и ложь. И что самое главное, я получаю значение истины только там, где мой номер счета действительно содержит самую позднюю дату. И все, что мне осталось делать, это лишь добавить правило условного форматирования. Для этого я выделяю весь диапазон со своими исходными данными. Перехожу на вкладку главные. Выбираю условное форматирование. И хочу создать новое правило. При этом я хочу использовать формулу для определения форматируемых ячейк. И моя формула будет очень-очень проста. Давайте я проверю каждое значение ячейки и столбца G на то, чтобы оно было равно истине. Поэтому я ссылаюсь на ячейку G8. И при этом условное форматирование очень реагирует на тип ссылок, который вы проставляете при использовании той или иной формулы. Так как мои логические значения расположены в столбце, то мне необходимо будет закрепить ссылку только лишь по столбцу. Преобразовав свою ссылку на ячейку G8, так называемую смешанную ссылку, по столбцу. Поэтому я снова использую горячую клавишу F4. И оставляю значок доллара только лишь напротив имени столбца. То есть доллар G. И дальше через знак равенства приравниваю к значению истина. Далее перехожу в формат. И я хочу, чтобы мои уникальные записи с самой ранней датой заливались, скажем, вот таким вот давайте фиолетовым цветом. И при этом у меня шрифт был белого цвета. Нажимаю IK и смотрите, что я получаю. Я уже в своих исходных данных получаю визуальное отображение номера счета и его самой поздней даты. Ну и для красоты давайте скроем столбец G. Он нам с вами здесь не нужен. Скрываю его. И получаю вот такое вот решение. Уникальные записи с самой поздней датой при помощи условного форматирования. Ну и разумеется, если вам необходимо условное форматирование уникальной записи с самой ранней датой, то вместо функции max если вы можете использовать функцию min если. Но данный пример я уже показывать не буду. Все, что вам нужно будет сделать, это лишь заменить функцию max если на функцию min. Ну и тем пользователям, у которых, к сожалению, пока еще нет функции max если или min если, то вы можете их заменить с помощью еще одной логической функции если. Ну что же, а на этом наш видеоурок подошел с вами к концу. Если понравилось видео, не забудьте поставить лайк, ну и также подписаться на мой канал, если вы еще не подписаны. Всем удачи и до новых встреч.